В Карачаево-Черкесии продолжается адресное информирование жителей республики о выборах президента России. Уже пройдено более 150 тысяч домовладений. Из-за Дагихабльского и Ногайского районов репортаж Альбина Ламковая. Хочу вам задать несколько вопросов. Вы сейчас на данное время проживаете здесь, по этому адресу и зарегистрированы? Да, я здесь проживаю временно, но зарегистрирован еще в городе Наринмаре. Но я специально электронно открепился оттуда и буду голосовать в участковой комиссии Старокувинска. У нас на участке. Очень приятно. Заур Тлябичев родился и вырос в Старокувинске. Выше образование получил в Саратовском юридическом институте. После окончания заведовал юридической консультацией в Наринмаре. Затем с первого дня образования на протяжении 14 лет возглавлял избирком Ненинского автономного округа. Поэтому участие в выборах для Заура Магометовича считается одним из важных событий политической жизни страны. И будет голосовать на родине. Понимаю значимость федеральных выборов, особенно федеральных выборов, когда мы формируем, например, Государственную Думу, когда мы выбираем президента. И поэтому все должны ответственно относиться к этому, принять участие в голосовании и отдать свой голос достойному кандидату. Основная задача обходчика – проинформировать избирателей. Никаких документов они не требуют. Вопросы задают по анкете, которая у него в мобильном телефоне. Электронная система будет контролировать обход каждого конкретного дома. Встречают радушно, признается обходчик Исмаил Батарбиев. Это неудивительно. В ауле все друг друга знают, но все же необходимо уточнить данные, так как проголосовать могут по месту регистрации или же выбрать иной участок. В этом случае обходчик поможет составить заявление о голосовании по месту нахождения и подберет удобный участок. Тогда и нужны паспортные данные избирателя. Еще во время информирования уточняют, кому может понадобиться переносной ящик, чтобы проголосовать на дому, отметил председатель территориально-избирательной комиссии по Дегихабльскому району Гузер Кабардаев. На данный момент на территории Дегихабльского района более 3000 заданий, дворов, которые надо пройти участковым избирательным комиссиям. На территории Дегихабльского района 15 участковых избирательных комиссий, где работают 97 членов комиссии. Из них 33 членов комиссии являются обходчиками. Перед тем, как начать обходы по информированию граждан, все сотрудники участковых избирательных комиссий прошли обучение. Успешно сдали тесты и получили сертификаты. Помимо доброжелательного и конструктивного настроя, обходчикам можно узнать по специальной одежде с символикой выборов президента России. На плече красивая узнаваемая сумка с буклетами, которые вручают избирателям. Кроме того, у каждого при себе удостоверение члена УИК с фотографией, печатью и именной бейдж. Я член вашей участковой избирательной комиссии. Меня зовут Найманова Айгорь. Очень приятно. Хочу рассказать вам про стоящих выборах президента Российской Федерации и уточнить некоторые данные. В Ногайском районе тоже более 3000 дворов. Здесь работает 29 обходчиков. Наша задача – сообщить о предстоящем важном политическом событии просто и доступно, ответив на интересующие вопросы, говорит председатель территориальной комиссии по Ногайскому району Тимур Найманов. Наши жители района относятся с пониманием. Все о выборах предстоящих знают. Все готовы пойти на избирательные участки, отдать свой голос за того или иного кандидата. Проведение обхода в рабочие дни осуществляется с 17 до 20 часов. В выходные дни не ранее 10 часов утра. В сельской местности в дневное время. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести, Корчаево, Черкесия.